В первые два дня Кубка России по фехтованию 2016 определились победители в личном первенстве у саблистов и шпажисток. Ими стали Алексей Якименко и Татьяна Лугунова. А сегодня им и другим спортсменам предстоит выйти на дорожку в командных соревнованиях. Первыми начали девушки. В боях за вход в четыре друг под друга попали сразу две команды из одного региона. Это Москва-3 и Москва-1 и вторая и первая команда из Московской области. О том, каково фехтовать против своих, рассказывает бронзовый призер Кубка России в личном первенстве Татьяна Андрюшина. Ну, наши девчонки молодые, упорные. Ничего, то же самое, что со всеми остальными. Нужно уходить, делать свое дело, наносить уколы и выигрывать в любом случае. Кто бы ни стоял. В столичном поединке победу с большим отрывом одержала команда под первым номером. А во второй паре бои проходили напряженно. Итоговый счет в 45-37 победила Московская область-1. Победители этих встреч в итоге встретились и в финале, где сильнее оказались представители Москвы в составе Виолетты Колобовой, Татьяны Лугуновой, Яны Зверевой и Татьяны Гудковой. Стоит отметить, что лидер московской сборной Татьяна Лугунова фехтовала лишь в последнем бою финала, где устроила шоу, нанося последние уколы, не сходя с одного места. Последние вот эти уколы, это было шоу или это была ваша тактика? У меня была тактика, и я их придерживалась. На самом деле, я себя чувствовала комфортно, потому что мои подруги по команде мне создали такой хороший задел, и поэтому пыталась маленькое шоу какое-то, наверное, устроить. Третьими ушпажисток стали самарчанки. В мужской сабле же возможными претендентами на медали были спортсмены из Санкт-Петербурга. Одним из лидеров сборной Северной столицы является Вардан Косиков. Вместе с партнерами по команде он уверенно выиграл отборочные встречи до полуфинала. Цель у каждого спортсмена одна, даже и до завтра. Вообще победа. Мы рассчитываем на победу. Надеюсь, что наши соперники меньше на это рассчитывают и сдадутся. В полуфинале петербуржцы уступили сборной Новосибирска с отсчетом 45-44. Сибиряков буквально на своих плечах затащил в финал Вениамин Решетников. Он отыграл отставание от питерских саблистов при счете 44-39. В финале новосибирец практически повторил свой подвиг. Он выходил на последний бой с Камилем Ибрагимовым с отставанием в 7 уколов и в итоге довел дело до счета 44-44, но уступил. Чайки. Наверное, я думал только о том, что нужно сделать сейчас, а не о счете. Только это. И желание, естественно, победить. Таким образом, обладателем Кубка России в командных соревнованиях стала сборная Москвы-1 в составе Ильи Маторина, Камиля Ибрагимова, Алексея Якименко и Дмитрия Даниленко. Серебро у Новосибирска. А обладателем бронзы стала Москва-2, победившая в бою за третье место сборную Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга.